Доброе утро! С вами юрист Николай Попов. Помните, что ваше право можно защитить. Мы купили дорогой диван. Он начал сыпаться, и мы потребовали его заменить. Продавец отказался платить, и мы обратились в суд, который выиграли. Продавец забрал диван, вот только деньги возвращать отказывается. Мы обратились в службу судебных приставов, но нам выдали постановление о прекращении дела, так как продавец, общество с ограниченной ответственностью ликвидировано. Что делать? Как получить деньги? К сожалению, это довольно распространенная ситуация. Недобросовестные продавцы и исполнители набирают долги, а потом попросту закрывают свои организации. И тут же создают новые, чуть ли не с такими же названиями. Вам нужно сделать два действия. Сначала подать исковое заявление в суд о привлечении участника общества и директора к личной ответственности физического лица, а не общества. Затем подайте заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Обратите внимание, что с первого раза его, скорее всего, не возбудят. Придется подавать жалобы в прокуратуру на отказы возбудить дело. И, возможно, вы добьетесь положительного результата. Рекомендую всем телезрителям при крупной покупке проверить добросовестность общества с ограниченной ответственностью и его участников с помощью открытых баз данных. Это сайт egrill.nalog.ru, где вы можете получить выписку на любую организацию, а также база исполнительных производств, где по фамилии, имени и отчеству вы сможете увидеть долги физического лица, а по названию и долги организации. Задавайте ваши вопросы по телефону, которые видите на экране с 10 утра до 7 вечера. Также вы можете посмотреть этот и другие мои ответы еще раз на сайте 1obl.ru. И хорошего вам дня!